Чтобы добавить новогоднего настроения жителям города, в месте традиционных народных гуляний у кинотеатра «Искра» завершается процесс установки ледяных фигур. Возведением скульптур занимается специальная организация. Стоит отметить, что ледяные заготовки видное привозят с чистых уральских озер. Нет среди льда таких прослоек. А прослойки возникают, когда температура колеблется, и тогда такие прослойки видите в структуре льда. Если вы обратили внимание, то там таких прослойек нет. Создание фигур проходит в несколько этапов. Каждый член бригады занимается своим делом. Делают ребята эти стенки, припиливают, проливают, смораживают. А потом приезжают художники, делают фигуры, выпиливают все. Чтобы выпилить объемное изображение, сначала нужно нанести на заготовку рисунок. А дальше с помощью инструментов происходит сам процесс. По аналогии с резьбой по дереву. По льду полегче. Материал помягче. По дереву посложнее. Если даже отколется, можно раз и прилепить. Правильно? А дерево, если отколется, надо его клеить, прицеловать. К празднику для видновчан приготовили сразу несколько ледовых скульптур. Для детей строят горки, а рядом расположится композиция, символизирующая приход нового 2021 года. Под елкой установлен трон и стоящий по бокам от него Дед Мороз со Снегурочкой. Каждый желающий сможет здесь сфотографироваться. Установив ледовые композиции Дед Мороз, Снегурочка и трон, мы увидели такое количество детей, хотя понимаем, что сегодня не совсем благоприятное условие для скопления жителей и детей. Но жители ждут, наверное, праздника. Естественно, никуда от этого мы не денемся, особенно дети. И делается все для них. Жители говорят, что для них ледяные скульптуры в центре города уже стали неотъемлемой частью уличного новогоднего украшения. Красиво, мило, ярко, создаёт новогоднее настроение, хорошее впечатление. Дети безумно рады. Дети. Для детей это бесподобно. Зима должна быть зимой. Как-то напоминает, что ёлка зима. Уже в ближайшие дни ледяная композиция будет завершена. Авторы объекта убедительно просят жителей следить за своими детьми и не позволять им лазить по ледяным конструкциям. Ведь пострадать могут как скульптуры, так и сами дети.